Так, добрый день дорогие друзья, надеюсь меня видно слышно, с вами Дмитрий Черепощук и рассмотрим с вами интересные идеи на конец октября. Давайте с вами приступим сразу к золоту, на прошлой неделе мы с вами рассматривали данный актив, что интересного по нему произошло, это на дневном графике, как я и говорил, занесли нас обратно, да, мы с вами обсуждали эту картину, что есть канал, но тем не менее вниз мы не пошли и вот под конец недельки, как всегда нас вынесли из канала, в плане как всегда имею ввиду вчерашнюю, прошлую нашу трансляцию, вот, поэтому сейчас наблюдаем за золотом, все внимание также буду уделять сегодня ему, потому что нужно будет где-нибудь выше уровня 1789 смотреть точку входа, потому что очень хорошо мы накопили в этом канале, показали уверенное закрепление и обращу ваше внимание, смотрите, вот хай этого бара был 3.9 и закрытие этого было 3.9, да, то есть скорее всего это совпадение, да, как всегда все говорят, но я так не считаю, поэтому будем смотреть, пока пошло, да, все замечательно, но золото тяжелый инструмент, обычно после такого идет вкат, выносит всех красивых, кто здесь заходил, и после этого уже нужно смотреть, где будут выходить объемы и искать точку входа, опять же повторюсь, выше уровня 1789, поэтому присмотритесь, думаю сегодня будет интересное движение по золоту, давайте посмотрим, что серебро, серебро примерно так же отвечает, единственное, что не очень красивый график в плане дневного, да, закрытия, если мы посмотрим на золото, это намного симпатичнее, ничего здесь такого нет, поэтому серебро даже не буду рассматривать, давайте с вами посмотрим доллар-рубль, интересная ситуация была по нему в плане того, что пробита была вот такая граница, да, было определенно несколько дней удержания, нарисовали вот такой бар, вышли, все замечательно, ребята, продавайте, но тем не менее на объеме, вчера был выкуп, и сейчас нужно очень внимательно смотреть, опять же, за этим уровнем, если его удержат, можно краткосрочно, краткосрочно, опять же, обращаю ваше внимание, что тренд у нас нисходящий, поэтому никаких долгосрочных, да, перспективных сделок не нужно открывать, краткосрочно, какие-то там 3-4 к 1 забрать можно, но очень красиво удержали, видно кто-то не хочет пускать инструмент ниже, но не забывайте, что вы против тренда, если вы, например, получили стоп здесь, не нужно доказывать рынку, что вот, я увидел объем и прочее, и добивайте эту сделку там 3-4 минуса себе, оставлять, да, на счету, поэтому аккуратно можно присмотреться, но тем не менее, если будет пробой, опять же, торгуем по тренду 71.718, наш уровень, и открываем тогда от него уже шартовые позиции, евро-доллар, ничего интересного, да, давайте с вами посмотрим еще нефть, нефть была интересна касательно запасов сырой нефти, красиво хвосты наверх, все замечательно, по тренду, но тем не менее, мы видим какую-то слабость, выход объема, да, и какую-то слабость, то есть инструмент пока стоит, накапливает, или для дальнейшего похода наверх, или будет снижение, и после отката тогда мы сможем с вами более точно уже сказать, в какую сторону будет развиваться движение. Пока торгуем по тренду, нефть выглядит сильно, поэтому на фоне прочих каких-то новостей, все равно нефть смотрится сильно, поэтому это был коротенький такой обзор, желаю вам хороших сделок, приятных выходных, всего доброго.